И неудачный вынос, Крумкочит прихватили мяч, Попава, Попава, обыграл двоих Попава, делает передачу на Овсяника, Овсяник прострел и не получилось, и какой удар с видой, не получилось, да, это у нас был... Найлепший гулец минулого месяца, Ялген Елизаренко, ну что, я думаю, так само, Жень, ух ты, слава попава, тянет этот мяч, справа есть Елизаренко, он не делает с адресатом этой передачи, может еще раз попробуешь видой стрелить, нет, пробить просто стрелы, как раз-таки штрафную Елизаренко, блокуется он, но на подборе как раз-таки снова опынулся Ялген, и есть шанс с другим темпом завершить эту атаку, Коске, достаточно низко опускается в этой атаке нашей команды, и мяч уже на левом плане. То есть сильная передача откоски, но Овсяник успел, сейчас снова Елизаренко с мячом делает передачу на Овсяника, навес, и жаль, что Ланько и попава при атаке, так, Елизаренко, отлично, отбор, и сразу передача на Ланько, Ланько прострелы, и прямо в руки вратарю. И наш мат моцнейший вышел на другие таймы, и все-таки сдолил нас добыть выполненную перемогу, и аутогол мы с тобой назираем. Это Сеня Стариков? Да, под мои слова, я тяжко давал все. Сейчас показал просто, слава попава, какая передача от Сени, ай-ай-ай-ай-ай, это Никитов Сяник, но... И классно сгулял, давай, еще раз, Сеня, ай-ай-ай-ай-ай-ай, не посмотрел сейчас Стариков, оу, какой пас это у нас сделал Артем Козлов, как красиво, но у нас тоже Брамник непростой. Козки, прекрасно, Козки сейчас на опережение сыграл, и Женя Елизаренко попытался отдать передачу на Ланько, Ланько не смог принять мяч, но Козки подхватил, что же Козки сейчас будет искать, кому бы навесить, вешает на Женю, и Женя, принимать мяч, скидка, и не получилось у Леши Баранова удар. Было у тебя такое чувание, что Елизаренко требовалось взлету попробовать подстроиться? Не, да, мне кажется, да, но... С Баранова доигрались, и аккуратно, аккуратно требовало, бо не хотелось обстворать непотребные моменты супернику. Да, есть, по культ питания, по кульни нашей команды. После Крумкачева сейчас свисток. Это ж после мощных стартовых хвилин, по культ трошечку так разладился, как не сдается угольня у нашей команды, или ж подяюсь, что над ворот. Чил зараз отрывается, попава! Умела могщимость, Олег все-таки был заблокованный какой-то удар. Одозначаем снова Александра Цитовая, Кивчерков разратует свою команду. Гардейчик направо на Елизаренко. Что Женя, можно сам резык не пробить с такой далекой отлеглостью, или нет? Просил Козки, просил передачу, но Женя решил не давать ему пас. Сейчас передержал, и в итоге снова Женя с мячом делает пас на Славову. Пас на Лешу Баранова. Сейчас Козюренко. Пытался обыграть Козюренко, но в подкате защитник Макс Лайна выбил мяч. Сеня, отбирают мяч наши футболисты. И Леша Баранова будет шукать адресата. Тимо же сам, Леша же может стрелить с далекой. Мы уже не одной чубачили в тягом этого сезона. Слава Попавлович, Юголову заходит. Ого, какой! Сразу с лету Козки пробил. На, вот не голову, да, мяч из Найшоу? Да. У этого матча уже, значит, 20 минут минуло в первом тайме. Леша Баранова на Козке. Классно. И Славы. Славы. Не получился, не получился. Сергей Лунько. Сразу дает пас. На Славу Попавлович. Ну что же, Слава Попавлович. Выход 1 на 1. И передача на Козки. А Козки. Видишь, вельми острый угол был. Да, Кокутник мог и Козки выконывать. Да, он потом оказался на правом фланге. Скорее всего, он и подавал. И как-то перекинул вратаря. И снова сыграл цитов сейчас на выходе. Увел угрозу от ворот. Женя Лизаненко делает навес штрафную. И еще один. Пробивал Яну Сладучко. Или мусить быть, значит, с оголевым Денем. Или я таких нема. Ну что, чья голова? Женя Хардейчика сейчас была самая близкая до мяча. Или Александр Ситов? Ну, на общих причинах отсутничая на матче. И что, Линько зачерпился за этот мяч. Утримаю его на этом поле. И фиксирую правила головный арбитер. Не совсем я понял, что там было за нарушение. Могу несколько таких голов пригадать. Слава попаву, обыгрывает защитника, делает навес. И тут Коски не допрыгнул до мяча, не получилось. И колькостью наша команда отбирают мяч в этой ситуации. Можно другим темпом заходить в эту атаку Козюренко. Голову суперника знаходит его самая Андрея Болвана. И что, старик проходит, проходит. Моя могчимость на весь ту штраф. Ой-ой-ой-ой. Или помыляется брамник Макс Лайна. Некому было сейчас подработать мяч и... И уже таким третьим, четвертым темпом. Сейчас... Подсел, подсел сейчас Макс Лайн 2. Ну да, и... Прямым, и у перерыва. У Коски не получилось. У Коски удар! От попавы. Я думаю, что Макс вырытал у своего брамника оборонца. Потому что уже так сгубил, как мне сдалось. Движский удар все равно не очень хороший получился. У Дюшара был еще гол у матча с Туркспором. Короче, Егора так само не списываем за рахунком. И чекаем на поле. Слава! Что? Можем выдать одразу передачку? Так, есть. Наленько. Я думаю, ты его чаплять. Зараз будут. И что? И какой удар в ход? Играй, играй! И еще раз, видишь, перехвалили мы тягом... Все, что? Хотелось. Хотелось, я перехвала в дивизионе. Не было еще такого в истории нашей команды. Кали, не помыляюсь. Елизаренко направо. Козыренко. Козыренко ищет партнеров. И передача отличная. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас разыграли этот... Создали этот момент. В мяч, в мяч. Чисто в мяч. Слава Папава. Разворачивается, ищет партнеров. И удар все-таки нанес удар. Слава Папава левой ногой. Выдавать футболисты Крум Катшоу. Потому что было очень много пасов непонятных. В штрафную. Поспешных. И не так много ударов именно. Стариков не отбирая мяч у Осина Бара. И треба одоброняться. Бо не хотелось пропускать. Козыренко отличный подкат. В мяч же подкат. Мяч, мяч был игра и желтая карточка. Ну да, нечто незразумевое выполнение головного орбита. Если логически подумать и... Ну да. Ну что ж, получится ли у него или... Воу-воу-воу. Пацей. Выиграл сейчас борьбу Козыренко у Осина Бара. И атака. Сергей Илоньков штрафной. Удар и... Как же так? Так. Сдавалось, что мог прошить этим ударом Александра Читова. Лепов. Бежать. Отлично играет. Слава попала корпусом. Как же сыграл Слава. Идет сейчас он по левому флангу. Обыгрывает игрока. Удар. И... Какой гол! Слава попала. Вы посмотрите, что сейчас сотворил. Обыграл одного. Выиграл борьбу. Обыграл второго защитника. Сместился, пробил. И... Титов тут был просто бессилен. Хотя... Удар не сказать, что был прям в угол. Прям под перекладью. Но получился удар. Слава попала. И... Вся от первой минуты. Ну что, видишь? В тягом первого тайма были такие заходы на прыгожий гол у нашей команды. И прыгожий гол сегодня отрывался. Все же таки. Ну что ж, за вторым идут сейчас Крумкачи. Сеня Стариков с мячом делает пас на Януша. Януш на... Никита Овсяника. Никита Овсяник на Женю Гордеичика. Гордеичик. Что-то... Не поджалели футболисты, причем... Ясин Бара и Сергей Лунько. Завелся Ясин Бара. Мне кажется, уже пора карточку показываете, верно? Ну, горячий марокканский хлопец Ясин Бара. Я так и не понимаю, почему головная церемонация с Ясином. А то видовочно не собирается упаковываться в этой ситуации. Да, доходит уже до рукоприкладания сбоку Евгена Гордеичика. Убляя контроль над этим матчем головный арбитр, это видовочно. Я даже поплатился он за то, что мы как раз таки означали тягом первого тайма. Женя Гордеичик тоже завелся сейчас. И... Удаляй единственного клоуна! Коски! Коски! Дальше протаскивают мяч! Ай-яй-яй! Мне кажется, это и на красную. Продолжили играть сейчас в Крумко-Чи, хотя... Мне кажется, должна быть отложенная желтая, как минимум. Желтая, отложенная, где... Удаляй по керту! Керту дай, е-май! И что, зараз нам обязательств... У наших высоких злойдов в этой ситуации. Злойды подачами каких-то Оусянника. А вообще невысоких шукали мы зараз. Не так важно, где-то Лынькоз далек. И что, апеллюют доголовный арбитр, капитан команды Януш Ладуцко. Борьбу, Роман Минскович. Так, слушай, я не математик, а 16-х годовый футболист. На поле у нас явился или про это позднее? Болонько измогается, или... Странно, еще странное решение арбитра. Становишься позагульняем. Было оффсайд, запаливаю. Нет, порушения там не было. Просто оффсайд. И что, будет двойная? Нет, кто там? Там Оусянники какие-то займают. Теперь эту позицию. Ой-ой-ой, какой? Слава попалась сегодня в огне. Еще один момент в его исполнении. Команда из Тариков. Справа есть дорожка. Кто будет адресатом передачи Сене? Подключаю, он сдается... Оусянник? Кто там был? Не так важно где-то. Что, снова Оусяня? Он блокирует этот мяч. И кай-ай-ай, попадает. Александр Титов, третья спроба стрелить. И что, Кутник будет выполнять наша команда? Птянник может там быть. Подрезает классной головой оборонца Макс Лайна. И мяч выходит еще на один Кутник. В этом разе высокая подача на Алексея Баранова. И разминается мяч после этого удара со створом Брамы. Может, тучное осветление на этом поле не имеет. А, и что? Дорожка! Переоправляем... Слава попала и... Как-то... На великой же рассуде он. Ну, не так это важно. Натираем долей. Данил Дорожка. Зачепился за этот мяч. Зайцев с мячом. Делает пас на Сеню, Сеня. И... Что ж такое? Что, Баранов? Знаходит Сеню? Может, сдалек прикласться Сеня. И гол, гол, гол! Боже мой! Стариков! У меня просто нет слов. Я даже не знаю, что сказать. Это настолько красиво и блестяще, что ослепило меня сейчас. 68-я хвилина. Арсень Стариков. Робик Лиг 2-1. Завевает дубль в сегодняшней игре. Полный комплект. Требуется собрать. Желтый. Гол. Гол. И еще! Еще один гол! Треба замоцовать свою провагу. Он поспел. Значит, я ничто не пригадал в эту подею. Там увидишь, команда текавую серию ВДЕ. Конечно, три матча за парк. Ну, ладно. Пойдем все и матчи. Переможные будут. Не доходит мяч до нашего футболиста. И Кутник будем назирать мы. Геленцы. Выигрывает борьбу сейчас Яну Шладуська. Сразу же передачу делает на Данил Дорошко. Не успевает Данил Дорошко. Лично на выходе сейчас сыграл Александр Титов. В своей команде сейчас Илья Зайцев. И как Слава Папава сейчас поставил корпус. Делает передачу на Коски. И Коски забивает третий Коски. Как-то даже очень легко и просто получилось. Принаводимся в первой хвилинии. Коски на Миката. Робится наилепшим бомбардиром Кромкачева в чемпионате. Создается 8-й гол для Коски. Это крепкая команда, трактора. Мне кажется, такими командами никогда не нужно расслабляться. Даже если ты ведешь 3-0, 4-0. Мы с тобой трошку пропустили этот момент. У нас уже Каленский на поле. У вас вельми профессийная команда. Дальше на фланг не получилось. Попытка. И что-то Андрей Кохотсковолец уснул. Или что? И выход Загмонтовича. И что ж, давно не вступал в игру. У нас сегодня Виталий. Да, Гордещик разбегается. И стреляет далек. И тоже хитро придумано было. И застается мяч у Володани нашей команды. Стариков на колен с Кагали. Нет, Дубалькоски. Жаль, жаль. Прокинул мяч сейчас игрок Мэкслайна через Илью Зайцева. Но дальше его постраховали. И сейчас дорожка. Бас на! На! Я не вижу, кто это забивает. Леша Баранов. Вот отлично. Вот и вторая передача сегодня. Вторая передача штрафной от Крумкачоу. Да, и уже на концы девяностых квалины. Наши в Гокатайма. Но я уверен, что уже самые оплошные квалины в этом матче мы набираем. И снова Леша Баранова работает заход на дубль. А лишь нет. В июне мы еще пригодим на матч мини. Поэтому сегодня простой день будет выращать кучей за все. Почти срезал. Сейчас защитник Мэкслайна мяч в ворота. Ну что ж, заканчиваем матч. Со счетом 4-1. Прекрасно матч.